Беларусь открыта миру и помогает тем, кто в поддержке нуждается особо. Первая группа маленьких пациентов из КНР с диагнозом ДЦП проходит 20-дневный курс восстановления в нашей стране. Для каждого ребенка разработан индивидуальный план реабилитации. Каждый день массаж, лечебная физкультура, водные процедуры и упражнения на тренажерах. Китайские дети со своими матерями прилетели по приглашению президента Беларуси. Как полагает посол КНР Цуэтимин, это свидетельствует о внимании белорусского лидера Поднебесной. Всего в Беларусь приедут три группы китайских ребят. Доктора надеются, что лечение и реабилитация не только будут результативными, но и оставят яркие впечатления о нашей стране. Ведь кроме лечения, гостей ждут экскурсии по знаковым местам Беларуси. Первыми впечатлениями пациенты поделились с Юлией Гризант. Джао и Зехао вместе со своей мамой уже 8 лет борются со страшным диагнозом детский церебральный паралич. Пол своей жизни ребенок провел в пекинской детской больнице, как и 5 пациентов, которые теперь проходят курс реабилитации в Беларуси. Их мамы признаются, что сами способы лечения в двух странах отличаются кардинально. У нас много поликлиник по восстановлению таких детей. Методы очень разные. Конечно, есть больницы европейского типа. Но также у нас лечат иглоукалыванием, ставят банки. Есть китайские методы теплолечения и электролечения. Все пациенты в Беларуси впервые. И, конечно, для них предусмотрены экскурсии в столицу, в знаковые места недалеко от Минска, даже на крупные заводы. Но, как оказалось, не меньше эмоций вызывают обычные прогулки по Астрашицкому городку, где и находится медцентр. Здесь очень дружелюбные люди. Но больше всего меня впечатлила природа. Тут столько деревьев и кислорода, что у меня уже третий день кружится голова. Для каждого ребенка разработан индивидуальный план реабилитации. Процедуры занимают полдня. Каждый день массаж, лечебная физкультура, водные процедуры и, конечно, упражнения на тренажерах. Детки тяжелые приехали. Им будем делать упор на двигательные стереотипы ходьбы, формировку правильной постановки стопы. Проведено все обследования по данным их заболеваниям. Что нужно искоренять, какую они тактику делали у себя на родине. Первая группа пациентов пройдет 20-дневный курс лечения. После в Беларусь приедут еще две группы по пять человек. Результат есть. Дети, пусть и не понимая язык, улыбаются врачам. И уже делают все более уверенные шаги, несмотря ни на что. Мы здесь будем их учить и петь, и играть, и изучать русский язык. И это все будет на протяжении всей программы медицинской реабилитации таких пациентов. И мне очень нравится такой высокий мотивационный потенциал у матерей, которые сопровождают этих детей. Чтобы принять гостей из Поднебесной, продумали все заранее. Составили специальное меню. Как выяснилось, дети из Китая не пьют кефир и практически не едят каши. А еще постарались уменьшить языковой барьер. Переводчиков в больнице меньше, чем гостей из Поднебесной. Однако пациенты уже успели изучить медцентр. Вот, например, на каждом кабинете появились таблички с названиями процедур на китайском языке. Скоро для обмена опытом в Беларусь приедут китайские медики. Планируется посещение РНПЦ детской онкологии, детской хирургии и центра травматологии. Юлия Гризунд и Алексей Юнош. Агентство теленовостей.